Крещенские морозы лютуют в Приморье. Нехарактерный для Уссурийска северный ветер делает невозможным пребывание на улице. Сегодня в некоторых районах города зафиксированы минус 30 градусов. Метеосводки пророчат еще несколько подобных холодных дней. Температура на самом деле ниже нормы, значительно ниже нормы. Местами по Уссурийскому городскому округу доходит температура до минус 30-32 градусов. Наличие ветра еще усугубляет данную температуру и данные ощущения. Но тем не менее, отопительный период проходит без срывов. В единой диспетчерской службе не смолкают звонки. Но жалоб на аварии в структуре жилищно-коммунального хозяйства нет. Тепловые сети, водоканал и электросети переносят морозы без порывов. Чего не скажешь об автотранспорте. Машин по городу стало меньше, а количество желающих прокатиться на такси резко возросло. Заказ такси, Оксана, здравствуйте. Ваш заказ принят, ожидайте машину, пожалуйста. Пик перевозок приходится на утреннее время. Основной маршрут у большинства – жилой дом, школа. И все чаще пассажиры жалуются – личный транспорт подвел. Такие морозы действительно выдержит не каждый автомобиль. Бывалые водители советуют дополнительно прогревать машину ночью или же забирать аккумулятор в тепло. Таксисты делятся своим опытом. Нужно обязательно заливать хорошее топливо, залить вовремя масло, не экономить на цене масло, поменять вовремя фильтры в машине. Надо, чтобы обязательно работала печка в машине. Ну и такие мелочи, как вдруг, если все-таки машина не завелась, надо иметь провода прикуривания. Сложнее всего приходится тем, кто передвигается пешком. Тут может быть только один совет – одеваться потеплее в непродуваемую одежду. Специалисты рекомендуют сократить время пребывания на морозе, ведь нос в шубу не спрячешь. А вот врачи призывают готовить организм к холодам. В зимнее время рекомендуется принимать большее, чем обычное количество жиров и углеводов, чтобы увеличить слой подкоз жировой клетчатки, что также ограничивает теплоотдачу. Можно увеличить теплопродукцию путем активных движений. Такие движения, как приседания и бег, способствуют разогреванию. Согревание алкоголем принесет лишь вред. Практика показывает, большинство обморожений получены именно в состоянии опьянения. Лучший помощник при переохлаждении – горячее питье. А вот замерзшие участки тела ни в коем случае нельзя отогревать горячей водой. Но, как говорится, что одному стужа, другому благодать. Все зависит от привычек. Для меня это комфортно, хорошо. В доме тепло, в квартире тепло 25-23. Что мне еще надо? Только что ветер дует здесь больше. А так вообще. Мне нормально. Я вообще живу на севере Приморья. Мы привыкли. У нас там ветры еще сильнее. Так что я нормально переношу. Я не мерзну. Редко выхожу на улицу. Ну, очень холодно. Сегодня, на этой неделе, лицо все замерзает. Давненько не было такого холода. Не припомню. Привычная для края погода вернется совсем скоро. Синоптики прогнозируют сильные морозы до конца рабочей недели. В выходные дни потеплеет на несколько градусов. Следующая неделя тоже обещает быть не такой суровой.